К региональным новостям. Со следующего года Чувашия активно включается в национальный проект образования. Он рассчитан на период до 2024 года и за это время предстоит освоить около 4 миллиардов рублей. Задачи, которые Минобразование Республики ставит перед собой и под ведомственными учреждениями, обсудили на коллегии ведомства. В ее работе принял участие глава Чувашии. Нацпроект образования включает в себя 10 федеральных проектов, целый комплекс мероприятий, охватывающий все основные направления отрасли. Взять хотя бы укрепление материально-технической базы. 180 школ в сельской местности и малых городах получат современное оборудование. Для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. Второй проект «Успех каждого ребенка» предполагает охват дополнительным образованием до 80% детей. В рамках федерального проекта также запускается проект «Билет в будущее». В республике в 2024 году не менее 72 тысяч детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. Вы знаете, что мы в этот проект «Билет в будущее» вошли. И спасибо нашему институту образования, нашим учреждениям среднего профессионального образования и ряду школ Чувашской республики, уже более 2200 учащихся, они прошли профориентационные мероприятия в рамках этого проекта «Билет в будущее». Остальные проекты касаются поддержки семей, имеющих детей, в том числе и замещающих семей, цифровой образовательной среды и повышения конкурентноспособности профессионального образования. Согласно последнему, к концу 2024 года в Чувашской республике за счет средств федеральной поддержки планируется создать Центр, опережающий профессиональной подготовки и не менее 85 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой. Необходимые средства в бюджете следующего года и на трехлетний период заложены. Тот уже документ, который принят Государственным советом, как закон о консолидированном бюджете Чувашской республики, «Это практически полтора раза то, что больше средств выделяется как инвестиции в человеческий капитал, инвестиции в умы наших людей. Кроме этого, оснащаем сейчас мастерские современным инновационным оборудованием. Создали учебные ресурсные центры на заводах, на производствах. Наши студенты среднего профессионального образования, высшего профессионального образования проходят соответствующую производственную практику на самом производстве». «Средства, вложенные в развитие образования в Чувашии, работают очень эффективно», отметил координаты региональных составляющих национального проекта образования. Отминобразование Чувашии он выразил правительству республики благодарность за системную и четко выстроенную работу. «Результаты, которые мы видим, они не могут не восхищать. Ваш регион традиционно последние 3-5 лет мы видим представителей школ во всех наших рейтингах. ТОП-200 сельских школ, ТОП-300, ТОП-500 общеобразовательно-городских школ. Вы всегда в десятке среди лидеров по итогам всероссийских этапов олимпиадного движения. Были одни из первых в президентском проекте «Квантуриум». И на сегодня ваш «Квантуриум» стабильно находится в зеленой зоне. Более того, ребята на международных становлениях показывают очень высокие результаты». На коллеге обсудили вопросы повышения мотивации школьников к занятиям физической культуры и спортом и план мероприятий на новогодние праздники. Как отдохнуть и пополнить свой интеллектуальный багаж во время каникул, можно узнать, заглянув на сайты муниципалитетов.